А вот в Израиле с коррупционерами в высших эшелонах не церемонятся. Там министр внутренних дел свое подозрение уже получил. В чем его обвиняют, расскажет Сергей Ауслендер. Расследование против министра внутренних дел сейчас самое обсуждаемое. В израильской прессе Арье Дерри и его жену 11 часов подряд по этому поводу допрашивали в полиции. Высокопоставленного чиновника подозревают сразу по нескольким статьям. Мошенничество, неуплата налогов, отмывание денег и многое другое. Следователи считают, что крупные суммы из бюджета министерства переводили различным организациям, в том числе, например, фонду, который возглавляет супруга министра. И большая часть этих выплат шла на вознаграждение руководителям этого фонда. Кроме того, бизнесмены, близкие к Дерри, имевшие деловые отношения с его ведомством, жертвовали десятки тысяч долларов все тому же фонду, который возглавляет жена министра. Возникли подозрения, связанные с недвижимостью. Якобы министр переписал на своих родственников принадлежавшие ему дома, чтобы не указывать их в декларации и таким образом не платить налоги. Те дела о коррупции, которые были в Израиле до сих пор, шли по схеме взятки. То есть, когда кого-то поймали за руку, что он дал взятку и так далее. Здесь полиция говорит не о том, что была взятка, а говорит о классической схеме отката. Что в обмен за какие-то услуги, которые давали одни люди другим. Сам Дерри, понятное дело, все обвинения отрицает и заявляет, что политические противники хотят погубить его карьеру. Но вот тут есть одно весьма пикантное обстоятельство. Все дело в том, что Арье Дерри уже был министром внутренних дел. Он занимал этот пост с 88 по 93 год с небольшим перерывом и практически из этого кресла отправился в тюрьму за получение взятки. Суд тогда приговорил его к четырем годам лишения свободы. Он отсидел два, после чего вышел из тюрьмы и снова занялся политикой, причем весьма успешно. В правительстве Нетаньяго он стал сначала министром экономики, а потом вновь стал министром внутренних дел. И вот опять попал в поле зрения полиции. Я напомню, что за преступление, которое ему инкриминирует, израильское законодательство предусматривает весьма строгое наказание. До восьми лет лишения свободы, особенно если есть рецидив. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.